Всем привет! Начинаю с вами новый влог. Сегодня просто всё идёт не по плану. Вообще всё. Ну, об этом чуть позже расскажу, потому что тут нужна была, как сказать... Предыстория. Да, тут нужна была предыстория. Вот, покажу вам. Короче, этот влог опять такой, получится с очень большими новостями, потому что у нас просто куча всего опять накопилась. Вот, а сегодня мой день рождения. Сегодня 5 октября. Мне тут звонит на телефон. Надеюсь, видео продолжается. Вот, и... Короче, я самый счастливый человек, потому что я нашла сегодня свой самый любимый торт, который ела, наверное, в последний раз лет 6-7 назад. Когда? На выпускном, да? На последний раз мы его ели. На последний раз. На последний раз. На последний раз. Он таки о моём ели его в последний раз. И потом он просто вот в один момент пропал с прилавков в магазине. И мы его нигде вообще не могли найти. Называется он Жирандоль. Мне кажется, он продаётся только в Пермском крае, если не в нашем городе. Я не знаю, напишите, если вы знаете такой торт. Но он самый вкусный торт, который я когда-либо ела. Это самый мой любимый. Ой, господи. И я очень счастлива, что я его нашла. Вот, мы на самом деле отдали Лизу, бабушкам, дедушкам всего лишь на часик. Мы уже сидим возле дома. Это ещё... это самое, да? Ты хочешь меня поснимать? Да, вообще, да. Ну, поснимай. Вот, да. Короче, вот дом. Там Лиза с бабушками, дедушками. Мы отдали всё на часик. Час уже прошёл. Мы съездили, купили букет цветов моей свекрови. Потому что у неё сегодня день учительный. Вот такой вот у нас двойной праздник сегодня. Ну, точнее, двойное празднование будет. Вот. Час уже подошёл к концу. Уже даже мы задержались. Уже пора и спать. Нам пора готовить салаты и так далее. Вот. Потому что вечером приедет Данина сестра с детьми. Бабушки, дедушки. И, короче, сегодня будет шашлычок. Ура! Мы специально, кстати, приехали в гости к родителям. Да, я вам об этом тоже не сказала. Приехали из Перми к ним в гости, чтобы, собственно, пожать шашлычок и отпраздновать вот так вот мой день рождения. Вот такие пироги. Сейчас пойдём уже домой и буду вам снимать всё, наверное, сегодня. Ну, по крайней мере, стараться. Да? Будем стараться? Будем. Вот, подарки потом уже покажу. Самый классный подарок, естественно, от мужа. Вот. Я, кстати, даже сняла распаковочку, ну, такую, на полшишечки, так сказать. Ну, типа, мы же не сначала её начали снимать. Вот. Потом вам всё покажу, расскажу. Поехали. Начинать этот влог. Так, что говорить? Сейчас 3 октября мы находимся в городе. Да, сейчас 3 октября мы находимся дома. Если кто не видел прошлый влог, то посмотрите обязательно. И сейчас папа откроет, подожди секунду. И тут Даня, в общем-то, дарит мне подарок на день рождения. Правда, забыла снимать, забыла, что мы немного блогеры. Точнее, я. И, короче, мы, я взяла камеру с середины распаковки, поэтому сейчас всё передам камеру своему мужу. И мы будем с вами вместе распаковывать мой подарок от мужа на мой день рождения. Это одна из самых дорогих распаковок в моей жизни. Папа! Папа! Снимай, Лиза. На, снимай. Брагонный друг! Блин, что, его достать сначала? Да? Лена, в курсе я уже уберу, раз, вижу. О, шикеть, шикеть! О, какой тяжёлый! Что, Лиза, распаковываем? Так, инструкция. Это мне тоже очень надо. Сколько всего? Офигеть, девочки! Офигеть! О, да, Лиза, скажи! Вау! Теперь моя тёчка будет, надеюсь, классно укладываться. Ещё такое новое, это хочется, чтобы она таким и остывалась. Это всё, ка-ка-ка, да? Вот там, да, скажи. Блин, чехол, конечно, вообще бомбовый, да, Даня? Да. Офигеть, девочки, я просто в шоке. Это по-другому, если сработает. И, кстати, надо посмотреть видочки на Ютубе. Как укладываться, как укладываться, как укладываться на Дайсон. Офигеть, надо, кстати, найти на русском. Есть, думаешь, на русском инструкция? Ну, как, что-то, вот, всё. На непонятном. Должно быть, мне кажется, что должно быть. Дайсон за ранее продавался, типа, в России, значит, на всех языках, мне кажется. Офигеть, девочки, я до сих пор в шоке вообще. Вот хочется вроде пойти, там, уже что-то начать делать. А я даже не знаю, с чего начать. Тут столько насадок, типа, завиваются, да. Взять чёлочки. Это я даже не знаю, для чего. Наверное, просто, типа, да, расчесываешь, как бы, и сушишь одновременно. Мы правильно говорим? Даже мой муж больше знает, чем. Офигеть. Офигеть. Лиза, тебе понравился чемоданчик? Да. Да? Ну, там в английском нет. Ага. Блин, я в шоке. Просто в шоке. Итак, все гости пришли. Говорю шёпотом, потому что, отгадайте, что? Лиза спит. Мы никак не могли её сегодня уложить днём. Просто ни в какую Лиза вообще не хотела спать. Поэтому, конечно же, когда пришли гости, а время за что, пять вечера, Лиза уснула. Замечательно. А я сейчас её оставлю здесь спать. Сама пойду к гостям. Там пришли Данины бабушки, дедушки, вся Данина семья, в общем-то говоря. Лиза позже присоединится. Вот такая её красотка. Сделала укладку на свой новый подарок. Но пока, как видите, безрезультатно. Надо будет покупать всякие спреи для волос. Ну, именно для укладки. Потому что у меня волосы просто... Ну, они никак не укладываются. Они, в принципе, у меня не укладываемые. Ни на плойку, ни на утюжок. То есть, ну, часа через два они сто процентов у меня распадаются. Распадаются. Вот. Так что, надо будет заниматься поисковым средств для укладки моих волос. Такие дела. Сегодня будет победитель. Это Вероника. Она уже победитель. Я своё смену. Помолчание. Да. Танцует. Посмотрите на Лиза и Карл. Ты танцуешь? Да, конечно. Итак, внимание. Он только что и головой вот так отлёг на неё. Сейчас, вот киньки, да? Неухотные. Внимание. Могут все говорить свои версии. Поехали. Слушаем. Фосфор. Ваааай. Это серо. Так, как будто 32. Нет, это фосфор. Белый фосфор. Только с ними я увидела. Вы что, прикалываетесь? Ты мне сказал, обратно, положил. То есть, сейчас, когда мы уже ладили там, мы будем. Там загадают. Сейчас просто видео снимаю. Мне 23. Всё, давай. Фотки. С днём рождения тебя. А чё с цифрами? С днём рождения тебя. Это уход не горит? Загадывай звание. Лина, кое желание я не придумала. Урааа. Ураа. Ты чё, блин, второго загадала, что ли? Ты чё, упала, что ли, в торт? А чё с тортом, да? Она распаялась? Видите. Она вон чё, она упала. Это же фикс прайси мы купили. Нет, в этом. В Маламарте. Нет, в магните. В магните мы купили. Давай тортик баба-далёшь. Так, девочки, мой день рождения подошёл к концу. У нас сегодня замечательная погода. Солнце, но очень-очень холодно. Вот. И не знаю, как вам начать, как рассказать о нашей такой классной, неожиданной новости. Но поделиться с вами очень хочется. Поэтому буду просто говорить так, как есть. Не умею я создавать интригу, не умею я красиво преподносить новости. Поэтому просто буду говорить то, что думаю. Короче, как вы заметили, я уже который день, может быть, не день, может быть, всего лишь это второй отрывок, я уже не знаю, что я там на снимала. Как-то непонятно, я вот раз снимаю влог. Ну, в общем, ладно. Если вы заметили, то я уже некоторый отрывок снимаю в машине. И многих задаётся вопрос, что же это за машина, в которой вы снимаете? Потому что, наверное, пермские подписчики, пермская моя аудитория, знают, что вроде как в Перми не очень так всё классно с кошерингом. Вот. Но это не точно. Вроде как он здесь только-только вот появился, с нашим приездом появился и кошеринг, насколько я знаю. Может быть, я ошибаюсь. Вот. И в Питере многие знали, что мы всегда катаемся на кошеринге. И, соответственно, у многих вопрос, что это за машина такая. Поэтому выходим с вами на улицу. Так, ухо, кулька. Так, переворачиваем камеру. Сейчас будет три, два, один. Та-дам! Это наша новая ласточка. Просто какая она шикарная, девочка. Какой цвет. Ну, ё-моё, какие фары. Я, когда её увидела, я в неё просто влюбилась с первого взгляда. Да, покажу нам наши новые номера. Мы, кстати, сдали на учёт. У нас в Перми 159-й регион, в Парусском крае, нам дали 147, потому что у нас прописка Ленобласти. Поэтому мы будем ездить на 147-м регионе. И, короче говоря, по поводу машины я расскажу там поподробнее всё позже. Но скажу одно, что когда мы её увидели, мы ездили с Лизой. Она села в эту машину на водительское сиденье и вообще не хотела вылезать. Я её просто доставала из этой машины со слезами на глазах. Она просто вот в ней сидит и всё, ей комфортно, ей прикольно, ей нравится. И мы поняли, что всё, это точно она. Нам её надо срочно брать. И мы просто в этот же день выписываем документы и уезжаем на ней из автосалона. Вот такие пироги. Правда, она был, ну, из БУ автосалона, соответственно. Но это начало. Начало такой вот истории нашей с машинами. А у нас, получается, это всего лишь наша вторая машина, которую мы сами покупали. У нас ещё была первая. Мы её сразу после свадьбы купили в 21-м году. Мы её купили здесь, в Аликанске, и уехали на ней в Питер. Вот. Там её продали. Через два месяца, потому что она у нас начала ломаться. Пускай камеру перерыв. Она у нас начала ломаться. У нас не было тогда денег, соответственно. И мы просто её продали. И всё. Машины у нас больше не было. Потом у нас была Мазда, но она была как бы не наша. Она была у моих родителей, и мы просто на ней ездили. И это у нас, по сути, вторая машина. Идёт мне? Напишите в комментариях. Красный цвет. Вот. Она у нас 18-го года. Ну, она просто. Она шикарная. Она как будто бы новая. На ней пробега. Сколько? 70 тысяч. 70 тысяч пробега. Ни одной царапинки просто. Но она вообще такая шикарная. Вот. А сейчас мы, кстати, находимся в поле. Если вы заметили, где я сейчас буду ездить. Это, кстати, механика. Вот. Я всегда хотела себе машину-автомат. Но я думаю, что первая машина должна быть на механике. Вот. Поэтому Даня сейчас меня активно учит ездить. Я тоже хочу уже очень-очень скоро сдать на права и ездить на своей новой ласточке. Не знаю, почему я называю её своей. Хотя она, как бы, по сути, сейчас Данина. Даня там уже уселся на пассажирское. Вот. Но я её настолько уже девочки полюбила. Ездим, кстати, до ней. Вот, получается, закончился прошлый влог. Мы сразу же её купили. Получается, неделя-полторы где-то уже прошло. Не знаю. Бывает такая любовь или нет к машинам. Ну, то есть, к предметам. Но вот у меня она есть. Как ни странно. В прошлой машине нашей, которая у нас была Меган, у меня такой любви не было. Вот. К этой прям я её очень люблю. Вот. Я хочу сейчас научиться ездить и думаю, что это будет моя татька в скором времени. Вот такие пироги. Можете поздравлять нас в комментариях. Почему, кстати, Лада Гранта? Это Лада Гранта. В новом кузове вроде как. Ну, я, честно, не очень-то разбираюсь. Так у меня замерзла рука. У нас в Перском крае просто, мне кажется, каждый второй ездит на Ладе Гранте. И это, в принципе, офигенная, как оказалось, машина. Потому что в Питере очень мало таких машин. В основном там чуть выше класс. То есть, ну, в основном ездят, конечно, все на иномарках и всякое такое. И Лад Грант я за всю жизнь в Питере вообще, ну, очень мало встречала. Их можно, мне кажется, по пальцам пересчитать. Или по пальцам. Ну, ладно, неважно. Вот. Здесь это такая хорошая машина по хорошей цене. Мне она очень нравится, нам она очень нравится. Поэтому мы решили начать, как сказать, не знаю. Ну, короче, вот этот наш путь с машинами именно вот с этой машиной. Потому что, ну, вот она сейчас именно то, что нам надо, как мы думаем. Вот такие пироги. Это, конечно, не Мерседес, не БМВ. Но для нас, сейчас, это самый классный вариант. Девочки. Как она мне нравится, это просто капец. Особенно свет. Мы сначала, кстати, приехали. Ну, естественно, у нас не было выбора. Потому что, ну, как бы мы ее все равно не новую покупали, а из БУ автосалона. Там были много, на самом деле, там было машин. Но они были все там что-то, ДТП какое-то. Ну, короче, какая-то вот история у них была. Непонятно. И были две хорошие машины. Вот это получается, как нам сказали в автосалоне, лялечка. Ну, то есть она, ну, как бы как новая, но она 18-го года. Вот. Но она просто в идеальном состоянии. И вторая была черная, такая же. Но у нее там что-то красочка где-то там отвалилась. Это какая-то коц, какая-то царапинка. Но сначала мы сели в ту машину. Она мне очень-очень понравилась. Но когда я увидела вот эту, вот эту, я поняла, что надо брать. Все. Мы, наверное, посмотрели на нее минут пять. Сели. Лиза, как я уже сказала, вообще не хотела из нее вылезать. Даня прокатился. И все. Мы такие, получается, Даня такой выходит из машины с менеджером, который продавал эту машину нам. И он такой, ну что, берем? Я такая, берем. И все. И мы просто пошли оформлять документы и уехали на ней уже из автосалона. Фигеть. Мы, кстати, не думали, что это все так быстро может произойти. Но так как машина уже прямо вот стояла на продаже, ну то есть уже там ее помыли, вот это все, с ней вообще-то сделали, подготовили вообще-то ее к продаже. То есть можно было просто сесть и на ней уехать. Дорогие, дорогие. Очень вовремя она так появилась. Мы на ней вообще-то сразу и уехали вот сюда, где мы сейчас находимся, в город Селикамск. Первая такая у нас получилась длительная поездка, первое наше мини-путешествие. Мы поехали сюда, потому что мы хотели шеслыки. Да, как все совпало, представляете? Машина, шеслычок, день рождения, машуток. Даня там уже сидит, скучает, меня ждет, а я поехала кататься. Может быть, сниму вам видос, как я еду. Но я пока не вот это умею. Да, муж? Как ты оцениваешь мою поездку на механике? Пять баллов. Пять баллов? Замечательный муж просто. Поднимай немножко мне, как я трогаю все дела. Забываем пристегиваться. Правильно? Да. Так, ну, немножко подвинемся. Не назад, а вперед. Почему у меня еще не получается, когда я начинаю сниматься? Вроде, где все нормально. Вот так. Слишком близко. Кленка вот этой штуки не должна касаться. Так, у нее как будто бы хочется еще спинку. Ты ничего со спинкой не делала в прошлого раза. Нет, хочется ее повыше сделать. Да. Все, все хорошо подошло. Так, все, зеркала у нас настроены, потому что мы зданий одного роста. И на принципе все это дело подходит. Подожди, меня видно. Видно, видно. Так. Значит, на механике мы нажимаем сцепление. Правильно говорю? Нажимаем тормоз. А, машина заведена. Так, значит, мы делаем первую пертачку. Я тут свой личный инструктор. Ручник. Ручник, да, еще. Ручник мы снимаем. И начинаем трогаться. Сейчас будет что-то. Сейчас будет что-то. Так, все. Как мы трогаемся? Все. Мы отпускаем тормоз, правильно? И медленно отпускаем сцепление. В это время нажимаем газ. Газу больше. О, еху! С первого раза. Все. Мы едем. Мы приехали кататься в поле на кладбище. Вот. Ну, типа здесь лес. Можешь показать, кстати. Вот. Потому что здесь нет машины. Мне не страшно. Потому что там есть машина. И, соответственно, мне страшно. И не страшно, что я уже третий раз за рулем. Ну, я сидела еще на автомате. Но это уже вообще просто небо из земля. Механик приехал домой. Знаешь? Да. Сейчас будет, кстати, вообще самый прикол. Мы сейчас будем разворачиваться. И это место, где... Сколько мы встать с тобой стояли? Минут 20. Минут 20. Я не могла... Чуть-чуть подальше проедь. И начинай поворачивать сейчас. О, это успех. Следи за тем, чтобы встать в колею. Опять ты свалилась. Мимо. Не знаю, да. Чуть-чуть проедем. Чуть-чуть вперед. Все, встать. Встали в колею. И я не могла... Так, снимаю передачу. И я не могла... Минут 20 просто из нее вылезти. В итоге мы с тобой проехали, там, по-моему, чуть-чуть вперед. Или что мы? Нет, просто ты смогла тронуться, наконец. Да, смогла тронуться. Но потом мы, по-моему, снова заглохли. Или что? И мы потом проехали чуть-чуть вперед. И уже задом выезжали из этой колеи. Все, девочки. Я поехала к литву отцу. На своей новой... На нашей. На нашей. В общем, я всегда говорю своей. На нашей новой ягоди-малинки. Кстати, мы называем ее Ягода-малинка, потому что Лизина любимая песня, это Ягода-малинка. Она каждый день, каждое утро, как просыпается, подходит к колонке, вот так тычит пальцем и говорит, оп, оп, включи Ягоду-малинку. И как раз так совпало, что мы приезжаем в автосалон, и нас ждет вот эта красавица. Малиновая лада. Малиновая лада, да. Такого цвета шикарного, просто шикарный цвет. Мне очень нравится. Тебя как? Водила. Нормально. И теперь мы называем ее Ягода-малинка, я называю, потому что она Лиза любит, да? А Даня называет Малиновая лада. Так, в общем, такие пироги. Все, поехали мы кататься. Какой-то человек в поле. Интересно, что он тут делает. Бегает? А, он бегает, еще смотрит на нас. Что это мы тут такие делаем? А мы здесь учимся водить. У нас здесь автошкола от Данила Яврю. Все, всем пока. Увидимся с вами в следующем отрывке. Ставим ставки, заглохнет или нет. Все, Малиновая лада уезжает в закат. Так, сегодня уже кто-то сиденье. Смотрите, какая у нас модная Лиза. Комбез из... Что это? Футер? Да. Футер. Куртка Adidas. Вот. Крозовки Nike. Ну, типа Nike. Но куртка вроде оригинальная. Оригинальная. И сапочка зимняя уже. А, здесь холодно. Будешь садиться? Я хочу автокресло показать. Хотела вам показать автокресло. Которое мы купили. Купили его в детском мире. Название, не помню, будет где-то вот здесь. Оно, кстати, очень хорошее. Нам нравится. Потому что всегда, когда мы ездим, в машине Лиза спокойно в нем сидит. Вот. Вроде как оно удобное. Не знаю. Оно типа... От скольки она у меня идет до 7? Семьи до 14 лет. Да. А, да. Вот. Пинка снимается. Остается одна сидушка. И там уже в 14 лет якобы вот... Типа только сидушку можно использовать. Но мы как бы не надеемся его так долго использовать. Но у нас был ограниченный бюджет. Но сколько оно стоило? 5 или 6? 6 тысяч. 6 тысяч оно стоило. Все остальные будет больше 10. И мы подумали, что вот эти два месяца, сентябрь, октябрь, у нас просто капецкие затратные. Потому что там в сентябре мы переезжали. Лиза, ты сейчас замараешься. И в октябре у меня день рождения. Покупка машины туда-сюда. Поэтому здесь все делаем. Поэтому автокресло у нас стоит 6 тысяч. Вот. Но оно нам правда нравится. Еще раз говорю название прикреплю или уже прикрепила. А так что вот, советую. Наверное, даже. Все, поедем по делам? Да. Ура. Что надо, мунтики? Фикс-прайсы. Что-то там она показывает, Даня. Не вижу, что там. О, наклейки. Да, у нас тут, кстати. Кстати, уже нету ничего такого. Это одна осталась. Наклейки купили в этом фикс-прайсе. Очень классные. Вообще, я даже не знала, что там есть книжки всякие, наклейки, всякое такое. Вот это кто у тебя там? Я не знаю, кто это. Так, я вам тут хотела показывать мини-распаковочку. То, что мы тут купили на днях. Первое. Такой кардиган заказала Лизе. Ну, точнее, это подарила ей Лизина прабабушка. Моя бабушка. Я хотела ей что-то типа того. Ну, типа какого-то кардигана с красивыми, разноцветными цветочками. Но такого я не нашла. Нашла вот такой. Вот бабушка такой вот подарила ей. Очень красивый. Мне очень нравится. И когда футболочка под низом одета, ее даже не видно. То есть, как будто бы просто кофточка одета. Вот, я таки хотела. Далее. Это вот такой вот свитер. Я купила его Дане. Вот такой прикольный. Ну, просто с холодной стало. И Даня у меня ходит постоянно в толстовках. Всякое такое. Поэтому купили ему такой свитер. Потом как-нибудь померят. И мы вам покажем, как он на нем выглядит. Так. И Лизику еще нам тут, можно сказать, ну, не отдали. Но как бы мы у знакомых купили. За такую чисто символическую стоимость. Такой вот костюмчик Лизе. Единственное, что здесь горло прям такое узкое. И очень тяжело одевать через Лизину голову. Это 92-й. Какой-то размер. Да, 92-й. И он ей прям вот тока-тока. Вот. Ну, прикольно. Мне нравится. Что-то мы тут ходили гулять. Что-то я зачем-то убрала в чистое белье. На балстук кинуть. Уже колени такие грязные. Надо постирать. Вот. И я купила себе тут костюмчик. На днях. Вот такое. Вот делала опросы в Телеграме. Этот был первый. Девочек, кто голосовал. Выиграл там второй. Для девочек сейчас из Телеграма говорю. Выиграл второй. Ну, типа там больше всего он набрал голосов. Но мне не понравилось, как на мне сядут штаны от того костюма. То есть, если носить отдельно штаны, без кофты, то выглядит прям некрасиво. Поэтому я взяла вот этот вот. В принципе, я хотела что-то типа того. Он такой прям теплый. Я вообще прям такой толстенный, теплый костюм. Такие штаны джоггера. Да. Если я правильно говорю. Ну, короче, резинки снизу. Вот. Я взяла, чтобы просто гулять с Лизой по улице. Хотите гулять, там валяться в снегу, всякое такое. Вот. В общем, просто для прогулок. Думаю, на выход взять немножко покрасивее. Вот как раз-таки второй, который был очень красивый был. Мне прям понравился. Но штаны, конечно, не очень. В общем, такие дела. Артикул смогу оставить только вот на вот эти две вещи. Потому что я эти покупала на Ванберсе. Это она моя девочка, как бы, можно сказать, продала. А это я купила в обычном магазине здесь, в местном. Поэтому артикул оставить не смогу. Но, в общем, вот такие здесь на Ванберсе. Вот такая вот получилась мини-распаковка. Лиза, помажешь ли тебе раз привет? Капец. Капец, у нас вообще холодно-рега. Я сейчас свои меховые наушники оставила у нас дома, в Перми. Капец, у нас сейчас все. Что-то уши все, наверное, красные. Очень красиво на улице. Солнышко светит. Мы тут гуляли... Ой, гуляли. Мы тут гуляли на набережной. Ну, вам, наверное, не видно. Ну, короче, там набережная. Очень красиво. Мне кажется, Солнышко всегда солнце светит. Да, кстати, я вот тоже заметила, что вот, ну, мне кажется, даже в Перми, в Перми она такая немножечко... Чем более серая. Да, все более серая, а в Солике всегда солнце, но всегда морозно. Когда вот такое яркое солнце, всегда очень холодно. Ну, такие дела. Лиза, как тебе? Лиза сегодня вообще не в настроении у нас. Лиза. Кстати, тоже, смотри, какой-то новый дом, да? Не было такого. Да вот серый, серый. Красивый. Ой, девочки, Лиза просто капец. В это последнее время она просто талами-нями орет. У нас, кстати, Лиза начала драться. Прям вот самый, как сказать, самый прикол в том, что она дерется. Прям по-серьезски. Она бьет, как будто со всей силой ногами, руками. Хотя мы никогда в жизни не поднимали руку на ребенка. Да и, в принципе, как бы мы не из таких людей, которые там держатся и поднимают руки на кого-то. Но я не знаю, что это такое случилось с Лизой. Вот она просто начала драться. Я знаю, что случилось. Именно с папой. Кто-то хочет моё мнение послушать? Да. Я считаю то, что в последнее время стало много мультиков. И у неё очень сильно перегружена стала нервная система. И реально единственный способ её выплеснуть, это либо упасть и орать, как она это делает. Да. Либо просто начать жёстко месить меня руками. На самом деле мне тоже несколько раз прилетало. Но вот Даню, Даню она бьет всегда. Она бьет его, в принципе, если, ну, например, мы стоим, вот у неё какой-то вот этот пик начинается. Опять истерика. И он просто попадает под ограчью руку. Либо собаку может ударить. Ну, естественно, мы это пресекаем. Либо Даню просто с ноги там, не знаю, колотит просто, не переставая. И всё. Да, кстати, ты правильно сказал, что из-за мультиков? Потому что мы сейчас в машине смотрим мультики. Потому что по-другому. Ну, никак. Она просто не сидит по-другому в машине. А надо приучать её к тому, что всё, мы купили машину, мы теперь передвигаемся на ней. И вот мы пробовали книжки, но книжки не заходят. А я не хочу вот сидеть в машине, там что-то вертеться, крутиться, ту игрушку дать, другую игрушку дать. Потому что я сама не очень комфортно себя чувствую в машине. Меня тоже очень часто укачивает. И я просто хочу сесть и ехать. А получается, что мне нужно ещё развлекать её. И мы просто начали давать ей мультики. Именно в машине. В другое время мы не даём мультики. И после вот этих вот поездок мы заметили, когда вот... Ну, какие-то долгие поездки, когда вот она очень долго нас смотрит мультики. То всё, это просто ужасно. И потом до них идут. Она просто орёт по ночам. Кстати, прикол в том, что сейчас вот какие-то вот эти вот три дня подряд... Я не знаю, здесь меня слышно, тут такой ветер. Три дня подряд, да? Или больше? Да, я ещё не помню. Ну, наверное, ладно, давайте возьмём неделю. Последняя неделя это просто ужас какой-то. Чё там? На машине? Сейчас поедем. Короче, последнюю неделю это просто кошмар. Потому что она просыпается ночью. Ну, просто покушать, там, пописать, всё, что-то. И я, ну, то есть я её беру, там, введу на горшок, всё, она делает свои дела. И просто она может взять титьку, бросить её, взять, бросить и просто орёт. Вот дико орёт. Как будто бы... Я не знаю, как это назвать. Я не знаю, что это такое происходит. Но вот как будто бы у меня либо нет ничего в груди, и она от этого бесится, либо это просто у неё, опять же, ну, что-то вот с головой. Как это объяснить? И жёстко дерётся? А, и жёстко дерётся вот у меня. То есть вот она берёт титю, присыпается, чтобы поесть, да, то есть продлить себе, так сказать, сон. Потом её бросает, жёстко начинает биться головой о подушку, ногами, руками. Орать в это время ужасно, орать на всю просто квартиру, на весь дом. И вот так вот несколько раз за ночь. И сегодняшняя ночь она была просто ужасная. Меня били всё. Его били, мне орали ухо, и я не понимаю ещё, что происходит. Это либо, может, кризис какой-то двух лет, конечно, у неё начался. Не знаю, вот делитесь в комментариях, как вообще у вас. Мы пришли к нашей ягоди-малинке. Сезжаем в автокуресло, я сейчас поеду слезы сзади. Не хочу ей показывать мультики, может быть, думаю, буду показывать ей просто в галерею фоток наших. Ну, мультики точно нет, однозначно. Либо какие-то, не знаю, включать звуки животных, природу, как там птички летают, всякое такое. Но потому что вот после мультиков у неё вообще, у неё перегружается, видимо, реально нервная система. Это я. Вот. И, ну, она просто ужасно себя ведёт. Ещё, конечно, вариант, то, что, может быть, в последнее время перед сном мы как-то... Какое-то у нас бодрствование, активное происходит, потому что вчера мы, например, слушали очень громкую музыку, танцевали, все дела. И, может, поэтому. Можешь подвинуть переднее сидение? Так я сижусь, как не сейчас, я не могу лезть. Я тут ехала спереди. И чтобы как-то развлекать Лизу, я подвинулась максимум сюда. И сейчас я сюда не влезаю. Закроешь мне дверь? Кто гадит в переднюю дверь, тот убирает всю машину. А что у меня там? Это не я, это этот... Мультики? Да. Нет, мультики не буду смотреть. Будем сейчас фотки с тобой смотреть, ладно? Никаких мультиков. Никаких мультиков папа сказал. Слышал. Мультики это зло, по ходу дела. Ну, я не знаю, может быть, мультики надо было тогда изначально показывать ребёнку, чтобы он к ним привык, и он как бы... Что-то уже там в северную систему у него произошло, и как бы он уже привык к этому. И, может быть, тогда успокоен на ребёнок у тех, у кого он смотрит мультики с рождения, например. Но у нас нет. Мы, в принципе, редко включали раньше мультики. И, в принципе, их мы как бы редко включаем, но получается, что раза два в день она их смотрит. Если мы там едем на машине куда-то вперёд и обратно, и минут 20 минимум мы едем. Ну, это капец происходит просто. Всё, я с вами поделилась. Так, я надеюсь, всё вообще нормально выглядело. Сейчас, сейчас включу. У нас с вами поделилась длительным поведением, вот, раздлительным в последнее время. Вы тоже делитесь в комментариях, пишите, как у вас, потому что мне очень интересно, что происходит нафиг с моим ребёнком. Чё музыку включил, я разговариваю. Всё, мы поехали домой, потому что прогулка у нас тоже не задалась. А, потому что Лиза что-то ухнычит, ходит. Мы ещё не поели перед выходом. Как бы она проснулась для нового сна, есть не стала, мы поехали гулять. И это была ошибка. Надо было покушать, потому что сейчас Лиза что-то вообще не в настроении. Или хотя бы взять с собой, что ли, еду. Вот, пока чё, какой-то дурацкий день. Ну, а, же бывает. Бывает. А мы ещё всем пока. Пока-пока, скажи пока. Пока-пока. Так, девочки, вышли мы, называется гулять. Вместо дебного сна, потому что сегодня всё утром, сейчас не могла Лиза уложить. В итоге просто что с моим ребёнком она же спит в велосипеде. Охренеть. Мне кажется, такого никогда у нас в жизни не было. Девочки, квест, зайти домой так, чтобы собаки не загавкали и ребёнок не проснулся, выполнен. Это просто что-то с чем-то. Она просто нереально спит. Ну, нереально крепко спит. Мне кажется, у неё ещё такого вообще не было. Так, я не могу картофель снять. Короче, сейчас осталось зайти домой. Даня закрыла собак в дальней комнате в кабинете мамы, то есть бабушки. Вот, надеюсь, что у меня получится достать её сейчас из велика и переложить в кровать. И всё, можно просто подсилить, наконец, отдохнуть. Ну что, мы сегодня, кстати, поедем домой. Я выехала, сейчас занесу её и уже обо всём потом. в чём-то мой сплачет. в чём-то мой сплачет. Всё, ребёнок спит. Кавда в комбинезоне. Шапки, шарфики, но она спит. Офигеть. У меня, мне кажется, первый раз, первый такой опыт, чтобы я её просто достала из велика. Но, как вы видели, я снимала немножко пух на голове и всё. И она просто легла к у меня на плечо и уснула дальше. Офигеть. Не знаю, может быть, это и возраст такой, что, типа, вот она, человек, как-то крепче спать. Либо просто она сегодня, может, реально как-то задолбалась, потому что проснулась она сегодня в полосьмого утра. Время два. Мне, кстати, теперь сейчас на маникюр. Вот поэтому, наверное, просыпаться она уже будет без меня. и не знаю, все лицо делать. Раздевать, раздевать её. Она сейчас подумала. Кстати, мы сегодня уезжаем. Поедем сегодня в ночь. Хотела с вами поделиться. Как вам, кстати, моя укладка на Дайсон? Ну, не укладка, а чёлка. Именно чёлка. Потому что пока мои волосы что-то как-то не укладываются на этот фен. Но чёлка, кстати, мне понравилась как. Ладно, сейчас не об этом. Короче, мы сегодня уезжаем. Вот у нас просто целая куча опять вещей. Целый стол. Там всё, этот комодик. Там тоже наши вещи. Это всё надо опять собирать. Самое мое нелюбимое это собирать вещи. Вот такие пироги. Но сегодня в ночь, кстати говоря. Ехать нам три часа. Просто ненавижу эту дорогу. Потому что она очень долгая. И мы решили ехать в ночь, чтобы Лиза спала. Потому что когда мы едем на дневной сон. Вот если мы сейчас, например, поехали, то скорее всего она бы просто поспала бы час. И всё. И всю дорогу бы просила мультики. Опять вот это вот поведение дурацкое, в общем, было бы у неё. Поэтому мы решили поехать. Опять скажу третий раз на сон. Надеюсь, что наша дорога пройдёт нормально. Возьмём с собой покушать. Кстати, я купила ей таблетки. Потому что её укачивает в дороге. Стараюсь их достать. Так, девочки, это снова я. Просто уже переодетая. Решила быстренько переодеться, пока Лиза дрыхает. А то вдруг она проснётся, захочет там грудь и так далее. И я бы лежала вся одетая. Короче, переоделась, поэтому продолжаем. Купила, в общем, Лизе вот такие вот таблеточки. Называются Кокулин. Не знаю, можно, нет, показывать лекарства на Ютубе. Короче, Эльза таблетки вот так вот они выглядят. Таблетки от тошноты в машине. Я сама стрядаю вот этим укачиванием в дороге. Я с детства пью драмину. Наверное, очень многие знают. Я не знаю, можно драмину детям или нет, но вроде как нельзя ни при беременности, ни таким маленьким детям. Поэтому нам в аптеке посоветовали вот эти таблеточки. Говорят, что они якобы какие-то французские и вообще они идут для детей от трёх лет. Детям от трёх лет нужно принимать по две таблетки за раз. А как нам сказала фармацевт в аптеке, что таким маленьким детям, как Лиза там, годовасам, двухлеткам, можно в принципе давать по одной таблетке и якобы тоже эффект будет и ну никак негативно эти таблетки на здоровье не скажутся. Короче, мы уже, как видите, у нас двух таблеток нет, мы их уже прогуляли. Когда я здесь долго катались, они все эти разы реально помогали. Она просто врубалась, можно сказать, в машине. Ну, как бы, вот едешь больше, чем получаса. Может быть, они даже идут, кстати, с каким-то, не знаю, как это называется, ну, вот эти таблетки, которые пьёшь и ложишься спать сразу после них. Короче, вот с каким-то таким свойством, я думаю, вы меня понимаете, что-то я забыла, как они называются. Пока что было всё нормально. Я надеюсь, что они так и будут нам дальше помогать. Вроде как, их нужно, типа, пить якобы за сутки до путешествия. Вот, но я не хочу давать за сутки. Я вообще не люблю, в принципе, таблетки, всякие лекарства и так далее. в общем, дам ей прямо перед дорогой за полчасика, как и обычно я принимала раньше дроби, но надеюсь, нам это поможет. Короче, потом, как мы приедем, я с вами поделюсь, как прошла наша дорога, потому что, когда мы ехали сюда, если что-то просыпается, я иду подальше, лучше от неё. Короче, когда мы ехали сюда, мы ехали, получается, на утро, нас кто-то колодит, что-то какой-то ремонт кто-то делает, какие-то соседи. Вот, когда мы ехали сюда, мы поехали утром, выехали в 5 утра, в надежде на то, что мы преодолим якобы ночной сон, то есть я думала, что она проснётся, конечно же, как мы её будем переносить из квартиры в машину, и в принципе, это и случилось, но я думала, что она через полчаса сразу же уснёт. В итоге, она просто через полчаса начала, ну, её начало тошнить, её начало блевать. Пять раз, пять, она проблевалась, и уснула только после последнего раза на полчасика. Всё, она больше вообще не спала. В итоге это были просто ужасные, адские, три, три с половиной часа нашей дороги, и в этот раз я поняла, что на утренний, так сказать, сон, на вот это вот просыпание, пробуждение утреннее, ехать вообще не стоит, потому что просто потом весь день пойдёт наперекосяк, потому что вы приезжаете после такой достаточно длительной дороги, уставшие, потому что, да, я за рулём, я сзади, там, туда-сюда верчусь, эти пакеты, эти салфетки, это вся тошнота, всё это на мне. В итоге вы приезжаете всё-таки уставшие, а ребёнок, как бы, если бы она спала, она была бы выспавшаяся, но она, даже когда мы сюда приехали, она не стала даже дома спать, она просто приехала и покушала, и ей стало прям хорошо. И у нас просто весь день был потерян, потому что мы ходили как зомбики уставшие, Лиза выспавшаяся, плюс она спала на дневном сне, вот на дневном сне, кстати, мы тоже с ней тогда уснули, но всё равно это не то, поэтому мы решили ехать в ночной сон, надеюсь, что она будет спать в машине, вот, и как бы мы её переложим на кровать из машины. Ну, конечно, она, наверное, опять же проснётся, потому что в подъезде, вот это всё, скорее всего, будет шумно, но это ничего страшного, в принципе, ночью, мне кажется, в любом случае она будет спать, вот, и потом, получается, вы такие приезжаете и просто ложитесь спать, всё, вы ночь спите и утром просыпаетесь, бодренькие, здоровенькие, идёте там своими делами заниматься. Короче, ехать на дневной сон и на утренний сон я больше не хочу, мы даже с Даней больше не хотим, потому что, ну, просто потом ты хочешь весь уставший, вот, хотим попробовать прокатиться на ночной сон и посмотреть, в чём разница, конечно, не прикольно ехать в ночь, потому что темно, ничего не видно, на дороге немножечко страшновато, естественно, но попробуем, попробуем прокатиться, надеюсь, всё у нас будет нормально, кстати, сзади там стоит средство, такое классное, я сегодня нашла волос в крови, скорее всего, это Данина сестры, средство называется вот так, олин, флюид с маслом между жжоба и макадамии, короче, это типа масло, его надо наносить на всю длину волос, когда волосы мытые, то есть помыли и нанесли, я сегодня попробовала, и мне прям понравилось, вот, не знаю, какой-то у меня влог со средствами для волос, мне кажется, получится, ну, ладно, короче, хочу заказать себе тоже попробовать, вот, от одного раза, конечно, непонятно, какой там эффект будет, напишите, кстати, кто пользуется этим маслом, напишите, нравится вам все лент, потому что, в принципе, фирма Олин моим волосам не подходит, у меня как-то был, вроде бы, был шампунь от этой фирмы, сейчас я уже не помню, и вроде как он мне не подошел, что-то мне не то было потом с волосами после этого шампуня, я как-то осторожно теперь к этой фирме отношусь, но вот это средство мне сегодня понравилось, напишите, пожалуйста, если вы им пользуетесь, как вообще оно вам, стоит ли брать или не стоит, и, наверное, после ваших комментариев я уже буду думать, заказывать его или нет, кстати, мне немножко расстегнула Лизика, встилаю шапку, шарфик, и, кстати, разнинула, стала снимать комбинезон, такая шляшка, стала снимать комбез, чтобы лишний раз ее не трогать, и все, я сейчас буду лежать, монтировать этот влог, и когда приедем домой, я его уже выставлю. Так, девочки, качество хорень, потому что записываю на фронталку, в общем, время 8, 8.30, мы выехали, вот на заправке стоим, Даня ушел, если вы слышите, физискулит, значит, Даня ушел куда-то, Даня ушел заправляться, надеюсь, что мы будем поспать сейчас, ну, точнее, Лиза будет спать, мы спокойно доедем. Все, ботинок сняла? Нет. Без ботинок поедешь? Нет. Все, выкинула, сделала я, какая колбаса у меня тут. Что за колбаса деловая? Мы, кстати, что-то не взяли с собой ничего. Ни игрушку никакую, ни наклейки, ничего, ни книжку. Вот, кстати, как смотрится свитер на Даню. Никого нету на дорогах. Мы приехали! Ура! Сколько время? 23,35. 23,35. Носок в капюшоне, потому что я потеряла в машине ее доски. Один надела, один увидела уже после того, как я работал. Вот такие дела. Ну, конечно, мы доехали. Ты не крути, я в эту позу, я все скажу, наверное. Ты хочешь, скорее? Ура! Мы дома! Мы, кстати, очень быстро доехали, как нам кажется. Ну, не очень, но быстрее. Обычно, где-то на 30 минут. Сейчас будем спать. Что? Грузится. Что-то туда. Кстати, такой бардак дома, вообще ужас, потому что мы тоже что-то собирались. Туда-сюда, все раскидано, разбросано. Но это уже утром. Все будем прибирать. Сейчас просто очень хочется спать. Надеюсь, что Лиза будет спать. Пойдем спать? Пойдем? Сейчас ты травишься, да? Я, кстати, думала, что получится Лизу спящую перенести. Надеялась на это, но мы припарковались прямо далеко от подъезда, потому что у нас, естественно, у подъезда не было парковки. Как всегда, вечная проблема. Поэтому пришлось ее будить и получите, распишитесь. Я скажу вам быстренько все, за одну минуту, как мы доехали, даже через минут 30, как мы поехали. По классике Лиза вливанула и все. И после этого уснула, и все спала. Проснулась один раз на кормление и все, слава богу. Больше никаких прикладесов не было. доехали, мы, кстати, достаточно хорошо, быстренько, так что все, девочки, мы спать. Я пошла, наверное, еще помонтирую этот блог и уже будем отдыхать. Лизу сейчас положу спать. И все. Всем спокойной ночи. Я очень надеюсь, что меня видно, потому что у меня не получается посмотреть, что у меня там происходит, потому что я маленький человек, сразу отбирают у меня телефон и штатив. Короче, мой день рождения прошел. Уже не знаю, который день вообще этого блога, я как-то разучилась снимать блог. Вот, и здесь у меня подарочки, вещи, которые я просто заказала для себя. и все это мы сейчас будем с вами распаковывать. Еще, кстати, здесь что-то есть для Лизы. Я когда-то покупала и как раз-таки решила запихнуть все вот в такую вот одну большую распаковку под конец этого блога. Поэтому начинаем. Начнем с подарочков на день рождения. Беру просто вообще рандомные подарки, которые у меня просто ближе всем ко мне стоят. И первый это вот такая вот вафельница. Давай, открывай. У нас тоже была вафельница, но она не сгорела. Она, короче, у меня как-то сломалась у нас не померяна. Вроде она была какая-то типа бракованная. Вот. И очень долго жарила нам вафель чуть ли не по полчаса одну сутку. Вот. Поэтому вафельница на самом деле это очень классная штука. Мы очень часто не сдали вафли, особенно когда там Лиза не спала до двух часов ночи и надо было что-то делать. Вот. Мы в это время жарили вафли. Держись, открывай. у родителей мужа такая же вафельница. Говорят, очень классная. Вот. Вроде как в ней еще можно готовить не только вафли, но и по-моему мясо даже жарить. Ну, типа стейки какие-то делать, насколько я знаю. Но это не точно. Но вроде есть всякие рецептики. Короче, прикольная штука. Вот. Мне понравилось. Так, следующий подарок от Крови. Правда, Лиза его уже немножечко распыскала. Он у меня просто в рандомном пакете лежит. Короче, она просто оплатила мне мой заказик салатберца и, на этом у всех будет доволен. Вот. Я доказала от нее имею в себе вот такие вот шампуни. Шампунь и бальзам от вот этого бренда. Лиза, подвеси чуть-чуть. Может, принести в эту бутылочку маме? Вон, видишь, там бутылочка лежит? На диване. Только обойди статив. На диване видишь, бутылка лежит? Принеси, пожалуйста. Короче, я первый раз вообще пробую этот бренд. Я первый раз пробую этот бренд. Мне понравилось, не помню даже, чем. Короче, я чуть решила прям заморочиться в этот раз с носами и решила прям максимум какой-то уход для них купить. Всякие там крем-флюиды, всякие классные навороченные шампуни. Они обычные там из пятерочки или из магнида. Всякие средства для укладки и так далее и тому подобное. И, собственно, начала я все это вот с таких вот шампуней. Вроде как они типа восстанавливающие. Да, вот написано шампунь для восстановления и продания объема и восстанавливающий бальзам с кератином. Это именно то, что мне нужно. Еще здесь какое-то масло с ши и гиалуроновая кислота. Вот. Надеюсь, они прикольные. Я пользовалась с ними один раз. Мне, в принципе, понравилось. Здесь волосы прям мягкие. Но, опять же, я пользовалась еще плюс кремом, клюидом после того, как помыла волосы. Читаю, я вообще не в настроении. Также от свекрови. Мне пришла вот такая вот стайлинг-пудра. Тоже выбирала я сама. Но, как бы, дарила свекровь. Что у тебя случилось? Мне она, кстати, нравится. Очень прикольно. Я сейчас, когда укладываю волосы, просто в конце наношу себе на корни и получается такой объем. Держусь, очень долго. И бигудюшки. На бигуди у меня пока, к сожалению, не получается завиваться. Если кто помнит, у меня, как бы, типа, есть телочка. И я все никак не могу понять, на что мне ее укладывать. Поэтому я буду пробовать укладывать разными способами. И один из этих способов это бигуди. Вот. Пока что пробовала раза три. У меня нифига не получается. Так что, если кто знает, напишите мне лайфхак, как укладывать телку на вот такие бигуди-липучки. Но, сами бигуди мне очень понравились. Так что, наверное, я советую. В основном, мне, кстати, родственники дарили конверт. Сами знаете, с чем. Так, да. Что еще? А, еще есть подарок от моей подружки. Вот он. Ножничка вот так, и тик. Иди такая упырька здесь у меня. Упырька. Вот так вот делай. И это снова средство для волос. Потому что я заранее сказала своей подружке, она мне просто просилась подарить. И я, собственно, сказала, что вот сейчас мне нужно средство для волос. Вот, поэтому мне подружка подарила вот такое вот классное средство. Будем пробовать. Спрей для придания объема на корнях. Номер один средство. и, по-моему, еще есть вторая коробочка тоже от моей подругеньки. Тут, по-моему, сухой шампунь, если я не ошибаюсь. Та-дам! Такой сухой шампунь. Тоже ни разу не пользовалась, но буду пробовать. Заказала его не для того, чтобы не мылевого не собирать, ну, то есть, что это шампунь. А, короче, есть лайфхаки, что, когда ты укладываешь, ну, когда ты делаешь укладку, то просто можно попсикнуть с таким шампунем, и это, как бы, тот же самый эффект, что вот по такой вот стайлинг-фудре. Ну, короче, просто для укладки. Вот, буду пробовать. Может быть, с этим шампунем моя укладка будет держаться дольше, потому что мои волосы очень тяжелые, густые, и укладка вообще никак не держится. Ну, максимум, там, час. Спасибо. И сейчас мы будем вскрывать просто посылочки, которые я заказала для себя. Вот, решила порадовать себя и заказать себе просто пару шмоток. Папа идет, что ли? Это, кстати, Лизина посылка. Вот, заказала Лизя на зиму, по-моему, в баллонике. Смотрим. Лиза, смотри, что тебе тут пришло. Что там тебе такое пришло? Баллоневые штаны зимние, такие теплые. Баллоневые штаны, да. Такие штаны, я заказала, Лизе. За окна вида, по-моему, за 400 рублей. Может, за 500, не помню. Вот, и, кстати, они в идеальном состоянии. Так, оно и есть со штрифком, и даже штрифки, кстати, как будто дождей ночи у меня. Прикольно. Взяла ей штаны, и, кстати, купила я еще две курточки, тоже на авито, и не комбинезон, тоже на авито, потому что нет смысла, мне кажется, еще это деньги тратить, потому что все равно это все считается. Вот. Поэтому, позже вам покажу, кстати, наверное, вещь, которую я заказала для Лизы на осень-тюре-зиму, и как-нибудь в каком-то отдельном влоге, либо в каком-нибудь другом, просто видео покажу. Вот такие классные стены, мне понравились. Так что, девочки, пользуемся авито. Следующий подарок, кстати, мне. Это подарили мои родители, называется Думай, как миллионер. Вот, папа советует ее прочитать, поэтому эти и займем. Держи. Так, с этого пакета все. Делаем следующий пакет. И это снова вроде для Лизы. А, нет. Это штаны. Я заказала себе, Даня еще не видел, что Даня не любит такие штаны. Вот. Мне правда понравились, стоили они на ваннер что-то около тысячи рублей. Хочешь быстрее? Держи, конечно, держи. И следующая посылка это, для Лизы. свои вещи надо прибирать. Это паспорт. Лиза очень любит найти мой паспорт и просто ходить его открывать и что-то с ним делать. Я всегда боюсь. Так, Лиза, тут очень классная лезь у тебя. Посмотрите, какая милота. Это шуба. Это шуба для моего ребенка. Будешь мерить? Иди сюда, я тебе одену. Иди сюда как у меня тебе одену. Это не зимняя шуба, это демисезонная. Но она, по-моему, до 0 градусов. Можно не без пяти. Ну, это прям по размеру так. Отлично все. Иди, папе, покажись, пусть папа на тебя пешку смотрит. Я взяла ее не гулять по улице, это понятно. Когда мы ходим гулять в лес, мы одеваем подвес. Потому что она падает, носится, и просто чтобы не продувало где она гуляет, в магазинчик сходить, шел куда-нибудь, то Лиза всегда в чем-то красивом. Вот, мне понравилось. Взяла это на Вито за 860 рублей. Следующая посылочка уже для меня, для Лизы закончилась. взяла пиржаму пиржаму шортики. Иди сюда, раздену тебя. Папа. Иди, папа разденет. И вот такая вот футболка. Короткая футболка, короткие шорты. Все, как я люблю для дома. Просто что-то в последнее время у меня, если вы даже заметили, штаны от одного комплекта футболка. Вообще это слово это не, у меня вообще какие-то скелеты у меня с одной сауны. Вот, хочется когда я дома внутри красиво, поэтому я зашла. Следую пиржаму. Следующая посылочка это вот такая вот кофта. Кофта тюрьминка. Ее носить с леггинсами на зиму. Вот, можно, короче, ремешочек подеть на талии и будет прям красиво. Мне понравилось. Она такая прям теплая. Вообще, я думаю, что на зиму самое то вообще будет. Рукава, кстати, очень нравится. Они такие широкие. Дальше. Так, один пакет у нас закончится. Следующий пакет. У меня тут есть для стирки. Ну, раз он тут лежит, я на него дозу. Каким мы сейчас пользуемся. Павел, второй раз. прикольный. Не знаю, отчем они отличаются, но я просто беру тот, который дешевле обычно. Вот, мне нравится. Держи, муж. И последняя вещь, это вот такой вот свитер. Я купила себе кстати, юбку такую долинную в виде вязаную серую. Вот, и решила взять к ней вот такой вот свитер. Вот, потому что с белым. Мне сейчас как-то не нравится. Черный, который у меня есть, он очень долинный. Плюс еще, вот, опять же, я купила себе еще один долинющий просто свитер. И с юбкой как-то не очень. и взялся вот такой вот еще. Еще, кстати, взялся белый, но белый мне не понравился, поэтому я отказалась на адресе. Сразу сегодня. Вот, остался только вот такой. Мне понравилось качество. Не помню, как он стоит, но, по-моему, около 1600 рублей, что такое. Полторы, 1800, а, 1900, по-моему. Вот, ссылку оставлю или артикул. Не знаю, как будет после стирки и все такое, но, вроде качество хорошее, и вот тут тоже хорошее. Вот такие дела. Капец у нас происходит. Распаковка закончилась. Всем спасибо, всем расходимся. Блин, какая распаковка закончена, у меня тут еще самый главный подарок. Про самый главный, самый классный подарок я забыла вам рассказать. Это чехольчик, который тут идет. Распаковку я вам уже показывала, поэтому ничего для вас удивительного нет, но просто покажу вам его еще раз. У меня тут уже заляпанный в некоторых местах, потому что я им пользуюсь каждый день. Пользоваться пока я им так и не научилась, там все видно? Вот, пользоваться я им так и не научилась, но я очень надеюсь на средства для волос, которые пришли, типа спрея для объема, вот этих вот сухих шампуней и так далее, там подобное, все, что я купила для волос, потому что я посмотрела просто кучу видео, и везде, во всех видео, где у девочек такие же волосы, как у меня, они говорят, что без спреев для волос, ну, для укладки волос, ну, не обойтись, просто не будет держаться укладка, потому что это не утюжок, не плойка, а это фен, в первую очередь, который, ну, от которого не стоит ожидать какой-то супер-вау укладки, и только средства помогут, в общем-то, создать ту самую укладку, с тем самым объемом, кстати, объем на вот этот вот фен, мне очень нравится, прям, офигенная такая шевелюра, но, опять же, без вот этой вот пудры, если я не нанесу пудру сразу после укладки, то это просто все, пойдет, и все, собственно, вот, фен классный, девочки, советую, особенно для тех, у кого тоненькие волосики, особенно окрашенные, потому что на окрашенных вроде как хорошо держится укладка, я буду пробовать, и тогда, когда я научусь, а я научусь, делать укладку, этот фен, что случилось? хочешь взять? когда я научусь, короче говоря, делать классную укладку, я запишу отдельное видео со всеми средствами, со всеми лайфхаками, приколюхами и так далее, и у меня будет классная бабка, пока что, кстати, я делаю на него челку, мне тоже нравится, сейчас у меня челку не уложена, так что не смотрю, вот, мне очень нравится, вот такой, кстати, чехол, еще шел в комплекте, ну, типа, для поездок, всякое такое, здесь вот такой вот кармашек, есть, он такой вот, на магнитиках, оп, очень удобно, весь фен, со всеми насадками, сюда влезает, вот, поэтому, спасибо, муж, еще раз, фен очень классный, я рада, красный день рождения, очень много подарков, очень много эмоций, воспоминаний, и так далее, я довольна, вот, вот такие вот мои 23 года, я хочу подводить итоги, потому что, мне это просто не интересно, я ничего не люблю, просто скажу, что получилось довольно-таки классное день рождения, и очень много классных, интересных подарков, сейчас я вам просто покажу вот эту кучу, которую я сейчас буду убирать, вот, что творится за кадром, вроде как, казалось, что совсем немного посылочек, я тут открыла, вот, сейчас буду убирать, а что в том пакете, просто, ну, короче, там другое, понятно, все, девочки, распаковка закончена, все расходимся,